Администрация Чебоксар продолжает встречи с горожанами в рамках проекта «Открытый город». Накануне жители московского района столицы опробовали новую площадку бывшего кинотеатра «Сеспель». Народу в зале собралось, как на премьере нового фильма. Встреча началась с краткого доклада о проделанной в городе работе за последние четыре года. Однако, чтобы зачитать все тезисы, ушло не менее получаса. Сити-менеджер Алексей Ладыков озвучил основные несколько цифр. За прошедший период бюджет города вырос в два раза. И сегодня составляет 8,6 миллиарда рублей. 60% расходов идет на социальную сферу – здравоохранение, образование и спорт. С 2011 по 2015 год построено и реконструировано 16 детских садов, что позволяет обеспечить местами всех детей с трех лет. Но у молодых семей все еще возникают вопросы на эту тему. Мы обзавелись третьим ребенком, и возник вопрос ездить на коляске. Перекресток Максима Горького и Эльгера, там выезд на проезжую часть как бы есть, а самому перекрестку подъехать на коляске практически невозможно. То есть ни пандусов, ни специальных площадок как-то, чтобы вот именно на коляске подъехать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда живут на Лужском двоего построены школы и садики? Если вы обратили внимание, положили велодорожки, бордюры уронили, но вот этот перекресток остался, надо знать, значит, сделайте. Отметим мы сейчас. Если здесь не доработали, значит, должны исправить. Что касается садика, уже сказал, что в микрорайоне Лужский-3 ко дню города детский сад открыли, по проекту планировки у нас был запланирован садик и в Лужском-2 во дворях, на квартирах, там во дворе, на квартирах, домах. Но жители были против. У нас даже был проект. Там сейчас у вас площадка детская, спортивная, на этом месте. Адрик сейчас точно не могу назвать. В ближайшее время в микрорайоне Лужский-2 садик строить не будем. По школе в северо-западном районе более приоритетным считаем сегодня микрорайон Лужский-3. Но строить начнем школу. После того, как будет построена школа в микрорайоне Гладково и микрорайоне Бактанг. Большое внимание уделяется благоустройству города, в особенности внутриквартальных территорий. За последние пять лет отремонтировано 578 дворов и 280 проездов. Конечно, в идеале надо реконструировать каждый старый двор. Но сделать это за один год невозможно. Власти столицы сохраняют эту статью расходов в бюджете каждого года, что позволит сделать работу системной. Хороший тандем у власти и жителей сложился в решении вопроса парковок. Жители все чаще обустраивают места для своих автомобилей на собственные средства. Столица параллельно делает свои в рамках городской целевой программы. Результат налицо. В этом году увеличили в четыре раза финансирование строительства парковок во дворах. Если за прошлые 3-4 года мы обустроили 300 парковок на 2500 мест, то уже в этом году 120 автопарковок на 1500 мест обустроим. Также эту программу будем продолжать. Участников встречи интересовали доступность спортивных площадок города, работа коммунальных служб и общественного транспорта. По поводу последнего Алексей Ладыков заявил, что намерен вести работу по сокращению количества маршрутных такси. «Еще два года у нас с владельцами маршрутов будет действовать договор. После пересмотрим транспортную систему города в пользу крупногабаритного транспорта», сказал глава администрации. Для властей столицы очень важно соучастие жителей в принятии ключевых решений, чтобы ни у кого не было сомнений в их правильности. Анастасия Алексеева, Олег Якимов, Республика.